приветствую вас уважаемые зрители с вами стас быков я специалист по ютубу сегодняшнем видео уроке хотел бы с вами обсудить такую проблему стоит ли покупать рекламу у ютуберов как правильно это делать и вообще будет ли от этого эффективность и так погнали рекламный рынок ютуба растет появляется все больше предложений возможностей рекламных и очень многие авторы загораются этой идеи и в бухе вот очень большие бюджеты но они получают выхлопы во многом есть какие-то проблемы они правильно выбрали формат рекламы неправильно подобрали рекламную площадку возможно вообще не эффективная реклама в то в том направлении в котором они двигают свой бизнес двигают свой канал сегодня мы постараемся все это обсудить и так есть эффективные виде рекламы которые я хотел бы выделить первый это прерол то есть когда реклама в течение минуты и но у кого-то по 30 секунд у кого-то по минуте прямо перед тем перед просмотром в начале видеоролика показывается реклама данная реклама может быть как записано самим автором канала так и рекламодателям то есть вами есть еще второй вид рекламы это построил то есть реклама в конце видеоролика прошел основной блок и в течение последней минуты уже вставляется а вставка вашего канала или вашего продукта здесь хочется говорить что покупателями рекламу может быть как сами авторы каналов то есть они хотят рекламировать свой канал чтобы к ним пришли подписчики и следственно набирать просмотры и покупателем рекламу может быть какая-нибудь компания организация фирма то есть они продают свои товары или услуги сегодня видео я думаю захвачу две этих аудитории постараюсь и для вас и для вас объяснить так чтобы было все понятно третий вид рекламы который сейчас тоже наиболее эффективен это проведение конкурсов вы становитесь спонсором какого-нибудь конкурса есть определенные условия которые автор канала у которого вы заказываете рекламу озвучивают например подписаться на ваш канал написать комментарий под этим видео и потом проводит непосредственно сам конкурс каким-то призом четвертый вид рекламы это отдельный ролик когда записывает автор полностью рассказывает о вашем вашей услуге о вашем товаре или о вашем канале интеграция в ролик то есть это можно сказать упрощенная версия вида рекламы отдельный ролик здесь один или два раза он рассказывает о вашем канале говорит что ссылка в описании возможно вставляет фрагменты которые вы ему предоставите и таким способом тоже можно набрать подписчиков еще один вид эффективной рекламы это коллаборация то есть партнерство с другим автором непосредственно вы с ним взаимодействите над каким-то видео и я считаю что это наиболее эффективный вид рекламы именно для того если у вас блогерский канал если вы продаете какую-то свою услугу или товар то конечно же вам подойдет или спонсорство или отдельный ролик или можно интеграцию какую-то нативную рекламу сделать то есть автор канала как бы так невзначай расскажет о вашем товаре и услуги и те кого это зацепит срезонирует они конечно на него перейдут все данные виды рекламы они совершенно разные по стоимости например даже тот же прерол он у одного блогера может быть один одна стоимость другого блогера другой конечно самое дорогое здесь это отдельный видеоролик или коллаборация если вы записываете видео видео влоги то конечно же вам нужно правильно подобрать автора канала который тоже ведет эти влоги и сделать с ним какую-то совместную работу встретиться с ним очень хорошо и качественно это делает на своем канале амиран то есть не кача он он интегрирует нового автора в свой видеоролик и непосредственно так уже переходит к нему подписчики зрители его уже знакомятся с этим автором это большой плюс и потом они уже дальше могут перейти на по ссылке в описании на того авторов которые рекламируются в видеоролике непосредственно возникает вопрос как же выбрать автора канала чтобы эффективность была максимальной у меня есть несколько рекомендаций то есть важно чтобы тот канал у которого вы хотите заказать рекламу был той же тематике например вы записываете влоги и канал должен быть обязательно в логовой тематике если вы записываете видео уроки то там тоже должны быть видео уроки по той теме на которую вы снимаете свои видео если у вас хоть развлекательный то конечно развлекательный в той же сфере на канале должно быть минимум 100 тысяч подписчиков конечно бывают случаи когда на канале 2 миллиона подписчиков но эффективность маленькая но здесь скорее всего не попали с рекламы и целевой аудитории вообще точек соприкосновения от которых зависит эффективность рекламы очень много одна не работать неправильно записали видеоролик нет переходов люди перешли но у вас не оформлен канал тоже нет переходов неправильно автор вас представил и не у совсем убедительно у вас тоже нет переходов за этим всем нужно ослить и контролировать дальше на видео автора должны быть просмотры сейчас я вам расскажу формулу по которой можно анализировать и и понять эффективно будет подавать рекламу или нет но все относительно потому что еще раз говорю что очень много моментов от которых зависит эффективность рекламы и также если возможно вам нужно узнать к удержание аудитории какой процент если он маленький в течение десяти первых секунд теряется очень сильно то конечно же здесь смысла нет брать рекламу как же вы считаете эффективность рекламы при идеальных условиях сейчас мы говорим им это максимальные цифры то есть вы понимаете что в реальной жизни они эти цифры все будут меньше для начала когда вы начали анализировать канал на котором хотите взять рекламу то суммируйте просмотре всех последних десяти видео и разделите на 10 так вы получите среднее количество просмотров на ролик и теперь давайте отталкиваться от следующей информации 1 миллион просмотров если на видеоролике то это около десяти или двадцати тысяч переходов на ваш канал если все сделано правильно еще раз такая снос при идеальных условиях 5 процентов подпишутся то есть с миллиона просмотров на видеоролике к вам подпишется 500 или 1000 подписчиков данная реклама все зависит конечно же от вида рекламы который был если вы купили за 50 тысяч рублей миллион просмотров то вам выходит один подписчик 100 рублей это на самом деле много потому что стоимость подписчика ну в среднем около десяти раньше около пяти лет назад она была вообще рубль и сегодня она подросла потому что и видеоблогеры завышают цены на свои рекламы спрос идет потому что большое очень много спроса и они могут это себе позволить но эффективность как мы видим маленькая но есть такой момент если вы начнете заказывать серию видеороликов у того же одного автора например один сегодня один через неделю один еще через неделю вы будете мелькать перед аудитории перед которой рекламируетесь и они уже начнут вас вспоминать и скорее всего начнут к вам перед переходить это такая хитрость которая нужно испытывать тестировать но такое такая стратегия имеет место быть рекомендации для вашего канала если вы все-таки решили покупать рекламу видеоблогера правильно подобрали площадку оплатили ему то знайте проведите как по чек-листу на вашем канале должно быть минимум 15 качественных видеороликов профессиональное оформление должно быть выполнено то есть есть шапка есть название видео есть значки видео все оптимизировано все понятно и лаконично следующее в каждый видеоролик у вас должно быть встроена в течение первых десяти секунд представление о том о чем будет сегодня ролик чтобы заинтересовать нового зрителя потому что когда зрители перейдут с канала на который вы подали рекламу они быстро прощелкают ваши видеоролики и вы должны поймать их в течение вот этих десяти секунд поставьте себя на место нового зрителя и посмотрите свои видеоролики чтобы вас в них зацепило вот эту изюминку найдите и сделать ее в начало видеоролика есть у вас влоге сделать какие-то основные моменты но опять же это должно все сочетаться с названием и значком как вы понимаете это большая работа при соблюдении этих рекомендаций для вашего канала вы повысите коэффициент и возможно вот этого числа где здесь указал что с миллиона просмотров у вас будет 500 подписчиков вы увеличите до 1000 но ситуации не изменится очень сильно увидите что все равно на рынке очень завышенные цены рекламы и для того чтобы подобрать свою аудиторию вот у нового канала вам нужно провести очень большой анализ если вы обратитесь какое-то рекламное агентство они возьмут свой процент и стоимость рекламы еще вырастет вообще начинающим каналам если вы не организации не рекламируйте свою товар или услугу я бы не рекомендовал вообще покупать рекламу продвигайтесь естественным путем вот мои основные советы это вы записывайте видеоролики делайте качество надо работать над качеством оптимизируйте их правильно у меня очень много видеороликов как правильно это делать и не останавливаться день за днем просто работать 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 над созданием контента и тогда ваша аудитория вас найдет они найдут вас и в поиске и в похожих видео и вообще если хотите знать если другие более эффективные способы продвижения видео продвижения в социальных сетях посев видео о них я тоже буду рассказывать далее на своем канале поэтому подписывайтесь на канал если вы новые зрители обязательно поставьте лайк потому что сегодня был проведен огромный труд я проанализировал массу информации и выдал вам какие-то пусть и не конкретные ну на цифры которые можно отталкиваться надеюсь информация вам была полезной с вами был стас быков до новых встреч пока пока друзья